Передача сейчас будет хорошая, надо забивать гол! 1-0, Робиньо! Робиньо! Четыре бразильца, по-моему, были в штрафной момент этой атаки. Пусть передача на правый край была не очень быстрая, но сработало качество. Я не знаю, называть ли это контратакой. Если это контратака, то честь и хвала этому тактическому плану. Я думаю, сейчас игра вскроется. Сейчас будет гораздо интереснее. Радуются бразильцы. Прекрасная комбинация. И Робиньо. Про него забыли. Может быть, даже на год, на два. Да, раньше он, когда играл в Европе, выделял всегда и в Миладьо. Вот сейчас смотрим еще раз. Блестячая передача. И как же одного-то оставил? Это 22-й номер Эдуарда Аранда. Это его гол. В четвером. В пустую зону пошли. Сколько таких передач? Не только Аранда. Я бы еще про пятого номера вспомнил, который вот кого держал на линии. Николай, одного бросил, не добежал. Да, конечно, он должен был идти. Идти тоже на этот мяч. Но мы помним, с чего начал Парагвай. Свою дорогу на этом Кубке Америки 14 июня. Смотрим. Ох, как уверенно. 1-1. Удивительно, команда Парагвай. Она подняла, проигрывая матч против Аргентины. Она подняла, проигрывая матч против Уругвай. И вот сейчас третий раз в ту же воду. Или в ту же воронку. Но здесь, в отличие от матчей с Аргентиной, с Уругваем ничей быть не может. Здесь будет победитель в этой паре. В основное ли время, или в серии 11-метровых, посмотрим. Надо напомнить, я думаю, что нет дополнительного времени здесь, на этом турнире. Если матч завершится в ничью в основное время, смотрим еще раз. 11-метровый блестящий удар. Я вспоминал, как вчера аргентинцы били, да? Но били на тоненького, прямо вот от штанг. Если будет ничья в основное время, то сразу будет серия 11-метровых.